Всем привет! Меня зовут Света Солар и это будет очередная история про то, как я сдавала очередной экзамен. Это, кстати, был предпоследний экзамен из моей вот этой сессии. Завтра я сдаю последний. И я надеюсь, что я его сдам и я сама в это не могу поверить, но я буду, я перейду на четвертый курс. Я вам забыла напомнить, чтобы вы подписались на мой инстаграм. Я там стала рассказывать про то, как красиво получаться на всех фотографиях, чтобы у вас там ножки были, попа, все было бы чики-пуки. Короче, подписывайтесь и читайте мои посты. А теперь давайте начнем. Значит так, был у меня предмет, на него я ни хрена не ходила, отходила я 4 или 5 раз. Вот я предыдущую просто историю записывала вам, там тоже был предмет, на который я вообще не ходила, ни на практике, ни на лекции. Они были просто в один день и как бы я ходила только в тот день, когда были все вот оба эти предмета и когда мне надо было, по сути, попасть и на один, и на другой. А так как вот тот первый предмет мне надо было сдавать только контрольные рефераты и то, так получилось то, что две контрольные я каким-то чудом проебала, я не знаю где. Вот, и я, по сути, ходила только на два реферата контрольную, ну и, видимо, я в четвертый раз когда-то сходила, просто так, не знаю зачем. Короче, 4 раза я за полгода отходила на этот предмет. А, он еще и был сдвоенный, вот тот, про который я сейчас рассказываю, и там, получается, то есть его было в два раза больше, чем предыдущего, но все равно я, естественно, приходила только на последнюю пару. А там преподша очень такая, ей, по сути, пофиг на посещение, ей главное, чтобы вы сдали вот то, что надо. А я ей сдала реферат, это был реферат, и я пишу парню, который мне делал все рефераты, кстати, у меня эта сессия вышла 12500, по-моему, я отдала этому парню, который мне все курсачи, все работы писал, и 5К еще там на одну вещь. Короче, 17 тысяч у меня, 17,5 тысяч вышла эта сессия. И я ему пишу насчет вот этого реферата, типа, сделаешь мне, он такой, да, окей, там просто не только надо было найти в интернете что-то, там самим, аля, надо было разбираться, короче, надо было тратить время, и, естественно, я не собиралась этим заниматься. И он мне сделал в итоге этот реферат, и я его сдала, я сдала сама. Еще я запомнила... а, нет, уже не запомнила, какое-то слово умное знала, уже забыла. По сути, больше ничего ей сдавать не надо было, и, ну, вот я несколько раз еще думаю, для вида надо появиться, а то, когда я пришла первый раз, мне такое было впечатление, то, что она меня даже не помнит. Хотя она у нас была в предыдущем семестре и вела полгода, простите, и... причем она два предмета вела, а тут я что-то как-то ее встретила в коридоре, и мне показалось, что она меня не вспомнила. Может, она только потом, спустя время, поняла, кто я такая? И тут экзамен. В принципе, я не особо волновалась. То есть, у меня был план, я беру микронаушник, звоню подруге, и все нормально будет, она мне продиктует и напишет теорию, но если будет тест, ну, не знаю, там, как-нибудь уж погуглим, но задачу, понятное дело, я решать не буду. И как бы на троях нормас. За день до самого экзамена я пишу одногруппницу, говорю, прошу ее занять. А там классно, вот как обычный стандартный школьный класс, то есть слева окно, посередине стол препода, справа дверь. А на прошлом экзамене, в предыдущем полугодии, она у нас вела, и как раз-таки девочка одна писала с наушником, с обычным. И у нее очень громко прям этот наушник говорили, ей диктовали, и как бы я, сидевшая там за три или четыре парта от нее, могла писать ее вариант, то есть, он реально там чуть ли не на весь класс орал. И как бы она ходила вот так кругами, и потом она говорит, а что-то тут звуки какие-то, типа, это что, радио? И мы такие, а, да-да, радио. И уже все показывают, типа, этой девчонке, что как бы это ее слышно. Она там, конечно, перепугалась, потому что она обычно вообще никогда не списывает. И тут первый раз решила списать, и попала вот в такую ситуацию. Мне кажется, после этого она не списывалась с тех пор. Она лажанула, но преподжа, как бы, типа, не поняла, что это был наушник. Ну, она там, ей лет, наверное, пятьдесят где-то, то есть, она не прям старая, ну, и не супер молодая. В целом, она вроде как адекватная, но требования у нее, конечно, такие жесткие, поэтому вот этот экзамен меня немножко, но напрягал. Я пишу это девочке, типа, сможешь мне заняться, она такая, типа, да, где? Я говорю, ну, давай его. Я хотела наушник просто в левое ухо засовывать, и поэтому окна было комфортнее писать, потому что она, если будет ходить, то справа, и как бы, у меня точно ничего не будет видно. Была жара, а я что-то про это вообще не подумала. Я помню, что там жалюзи есть в этом кабинете. Вот, ну, я прихожу в день экзамена, сажусь, и понимаю то, что, блин, там солнце. И я была, а, ну, я была только в футболке, если я раньше наушник всегда, микрофон протягивала в рукав, и вот на позапрошлой сессии летней я одевала футболку на футболку, кофту с длинным рукавом, а сверху еще и джинсовку, потому что карманы, то в этот раз я уже просто стала одевать просто футболку и с собой носить джинсовку, потому что, капец, как жарко, и даже ехать в джинсовке было жарко. Поэтому я просто ее, как аксессуар, таскала на экзамены. Экзаменационная джинсовка с карманами. Я думаю, ну ладно, в другие места все равно уже все заняты, потому что там получается так, что ты заходишь, там сидят человек пять, а остальные парты все заставлены, там бутылка, где-то какая-то тетрадь, одна ручка лежит, какой-то пакет непонятный, там, я не знаю, сосиска в тесте, ну то есть просто все пришли, там, занимали себе нормальных мест и ушли. Думаю, ладно, все равно вариантов других нет, сяду тут, ну солнце, ну блин, ну хрен с ним, что солнце. Ну, потом народ уже прибавляется, и, а там еще окна были открыты, а это класс, там очень сильно эхо, и то есть даже если просто препод говорить, то эхо просто на весь класс, а там все орут, еще звук машин издается с окна. Я понимаю, что, блин, это мне будет капец как сильно мешать с этим наушником, и я понимаю то, что мне надо закрыть окно. Я говорю девчонке, которая передо мной сидит, типа, слушай, я, конечно, очень извиняюсь, я понимаю, что будет капец как жарко, но, сорян, у меня наушники, мне надо закрыть окно, иначе я нихрена не услышу. А она такая, ладно, она была сама тоже там в футболке, пиджак, все на экзамен приходят солидненько, в пиджаках, в джинсовках, в ветровках, ну, короче, во всем, где есть карманы. Я засовываю наушник, благо в этот раз все было нормально, благо моя подруга была свободна, все было ок, ну, приходит эта преподша, не пришла там за 15 минут раньше, как некоторые делают, я уже наушник засунула, то есть все, я, в принципе, готова. Я как теперь делаю? Я беру два телефона, на один я сразу звоню подруге, и, соответственно, второй телефон, с которого я там фоткаю, я всегда прошу кого-нибудь из нагруппников мне раздать интернет, потому что там симки нет. Я все это сделала, уже засунула в карман джинсовки внутренний один телефон, в штаны я почему-то кинула второй, не знаю почему, ну, я не помню, какой куда, но не суть. Раздает она варианты, ну, я беру варианты, передо мной еще девочка сидит, и так прям удобно было, она села на второй вариант, а я села прям между стульями, я так и весь экзамен сидела между двумя стульями, и как бы я за ней прям пряталась, и меня вообще не было видно. Но пока она там раздает варианты, я уже беру телефон и фотку, и кидаю подруге, чтобы она начала гуглить. А по этому предмету, ну, был тоже список лекций ее, вот, и у меня была тема центра ответственности. Я у подруги говорю, типа, ну, че, как там есть? Она говорит, так, ну, вроде есть эта тема, я говорю, ну, супер, давай писать. И она мне начинает диктовать, и там такая бредятина, а-ля там центра ответственности нужны для ответственности, во главе стоит ответственное лицо, которое управляет другими ответственными лицами для определения и контроля ответственности. Ну, че-то такое, короче, бредятина полнейшая. Я у нее уже, ну, то есть мы пишем это предложение, я уже читаю, я вообще не понимаю, че я пишу. Я говорю, слушай, ты уверена, что там так написано? Она такая, ну, да. Я начинаю вникать, думаю, да, ну, вроде, если поделить вот эти два слова и вот эти, вроде какой-то там смысл, наверное, есть. Ну, короче, худо-бедно я писала, потом мы написали какую-то классификацию. Короче, я написала страницу, причем не тетрадную, а четыре листа. Вот, я думаю, ну, в принципе, наверное, нормально. Потом тест. Смотрю, у меня че-то тест был про то ли затраты какие-то, ну, че-то, короче, там пять вопросов, и они все плюс-минус на одну и ту же тему были. Я подруге говорю, ну, че там как? Она говорит, слушай, вообще не могу этого найти. И я такая, приплыли. Ну, я смотрю, она вроде сидит, я имею в виду преподша. Я беру второй телефон, который у меня со связью, думаю, ну, сейчас сама поищу. А там было гребанное солнце. И в этот момент она че-то встала и пересела на... Че-то там, короче, был пробел какой-то, а-ля там вот самый крайний ряд, где стена, там что-то сидело несколько человек, потом была парта, на которую никто не сел, и остальные все сидели, и она, короче, вот села на ту парту, за которой никто не сидел. И получается, меня не то, что было... Ну, да, я относительно просматривалась. То есть, если я вот вытяну вот так вот руку, и меня будет закрывать эта девочка, ее плечо с телефоном, а именно лицо у меня будет видно. Вот, я думаю, ну, ладно, блин, мало ли, может, она там до конца экзамена будет сидеть. Че, я там сейчас буду в потолок плевать, потому что у меня подруга, она вообще в этом не шарит, как бы, в перевозках, не то, что я шарю, но я хоть как-то худо-бедно понимаю, какие слова надо искать. А там гребанное солнце, и я беру этот телефон, и я понимаю, что от него блик идет. И в этот момент она смотрит на стену, и от моего телефона идет блик на эту стену. Я сразу же просто его как-то, ну, поворачиваю, и она вроде как-то так просматривает, типа, понятно, что, ну, кто-то что-то использует, раз откуда-то там солнечный зайчик. И, наверное, во время экзамена это явно там не зеркальце. Но, благо, я его, ну, закрыла, то есть экран вниз перевернула, она вроде там успокоилась, ну, перестала озираться по сторонам. Я думаю, понятно, чуть я не лоханулась, причем очень сильно. Я немного руку отвожу, ну, снова врубаю телефон, начинаю там искать, вроде что-то нашли, там сделали, там всего, по-моему, 5, что ли, тестов было. Один я нашла, один подруга мне нашла, три мы не можем вообще найти. Ну, короче, там, найдя хоть какую-то теорию, прочитав, ни хрена не поняв, но подумав логически, что-то я там отметила. По сути, я смотрю, осталась только задача. Задача там тоже какая-то, а-ля там дан-даны, куча отделов, а-ля там гаражный отдел, еще какой-то, там что-то надо распределить по какому-то там методу. И я думаю, блин, ну, как я сейчас буду это делать, задачу. Начинают потихоньку сдавать. Я, а у меня за мной кто-то сидел, не помню, а парень за мной сидел, и говорит, слушай, можешь не сдавать пока? Типа, я списываю. Я говорю, ладно, хорошо, ну, чтобы я его закрывала. И я спрашиваю девчонки передо мной, типа, ты что, скоро сдавать? Она такая, ну, я еще сижу. Она говорит, а ты что, все? Я говорю, ну, типа, я тест как могла сделала, теорию написала, что, задача только осталась. Она говорит, ну, слушай, там вообще-то в документе есть примеры, типа, ну, попробуй. Я думаю, блин, вот мне настолько лень, то есть, ну, мне даже элементарно, мне настолько бесят эти гребаные перевозки, что мне даже во время экзамена не хочется лишнюю секунду потратить на эти перевозки. Я читаю там решить задачу по методу, не знаю, Клотушкина. И я сразу в этом документе вбиваю, Клотушкин. Ну, нахожу этот пример, и там тоже похожие задачи, но там другие были отделы, а там был какой-то хозяйственный отдел, и в него входили другие, а у меня был не хозяйственный, а что-то другое. И вот я не знала, надо в него вписывать какие-то другие отделы или нет, вот черт знает. И я понимаю, что, ну, я вряд ли сейчас сделаю, потому что там похожие очень задачи, но там надо знать вот именно структуру, а откуда я ее могу знать. И из-за этого я не смогу сделать эту задачу, потому что если бы там чисто цифры поменять, то я бы сделала, у меня с математикой вообще все нормально. В плане математики у меня никаких проблем нет, а вот именно в плане знания перевозок они есть. И я понимаю то, что задачу я это не решу, ну, типа, хрен с ней. Я теорию написала, тест я худо-бедно сделала, я еще тест сфоткала, кинула девчонке, которая первая ушла, она мне там исправила, ну, я один, по-моему, исправила, один решила оставить так, как у меня было. Остальные сошлись. И тут как раз-таки эта преподавшая уже начинает ходить. И я думаю, блин, надо бы ей напомнить то, что мне нужна тройка, ну, чтобы она имела в виду. И она проходит там, и у нее тоже что-то начинает спрашивать там кто-то. И она проходит, и я говорю, извините, а за теорию тест будет же три? Она так улыбается, говорит, ну, не знаю, смотря, что вы там написали. Я думаю, ну, в принципе, теорию я написала просто слово в слово из ее лекций, потому что мне продиктовали все. Единственное, там можно было еще расписать побольше. Я думаю, ну, блин, у меня и так уже получилось полторы страницы. То есть, вот мы написали сначала страницу, потом тест стали искать, и потом я уже сама посмотрела теорию и решила там еще дописать. Теория у меня дохренища была, и причем все именно вот по этим, я уже забыла, какой-то отдел управления, что ли, или что у меня там было, что я вам в начале сказала, просто посмотрела свой вариант, и сейчас я уже даже не вспомню. В итоге, короче, я сдаю, там она говорит, там вот приходить через такое-то время. Мы сидим там уже кукуем, я думаю, что не экзамен, уже сколько я лет учусь, а все равно на каждом экзамене что-то новое вот для себя открываю. На этот раз я чуть с солнцем не облажалась, до этого вот сколько не сдавала, ни разу такой шляпы не было, еще до этого там с батарейкой были проблемы для наушника. Короче, как обычно. Ну, проходит там этот злосчастный час, мы идем к ней, она, точнее, говорит, что все, сейчас принесу вам этот список с оценками, приносит она список, я подбегаю, ну, мы все подбегаем, она говорит, так, все, отойдите, сейчас буду вам диктовать. Она начинает там диктовать, доходит до моей фамилии, говорит 3, я такая, ух, просто на весь класс, на меня все смотрят, ржут, она ржет, и я такая, да, я сдала, все, ура. В принципе, вообще нормальная тетка, то есть, если раньше она меня парила, ну, с ней просто геморренно, вот ей реально главное сдать вот эту вот работу в течение семестра, если в прошлом, в этом семестре у нас была одна работа, и она несложная была, а вот в предыдущем семестре было таких работ, что-то штуки 3, и они все капец были, это вот было что-то сглаженное значение по методу экспоненциального сглаживания, до сих пор, я помню, год почти прошел, ну, полгода прошло, до сих пор эту дичь помню, что значит, вообще не шарю, но название до сих пор помню. И она спрашивает, типа, ну, кто согласен со своей оценкой, то можете сдавать зачетки, кто не согласен, будем беседовать. Вот, мы приходим к ней в кабинет, она снова там зачитывает фамилии, доходит до моей, и я такая, да, я согласна, да. Она тоже ржет, но все, я сдаю зачетку, она мне ставит мою троечку, и я счастливая, довольная, ухожу, потому что, что ж, я сумасшедшая, что ли, еще с ней беседовать, причем в плане беседы там такая технология, что ты можешь как повысить свою оценку, так и понизить. Вот в прошлом семестре, по-моему, одной девчонки, она поставила четверку, хотя и в этом, кстати, семестре тоже, она, по-моему, одной или двоим поставила четверку, причем тем, кто вообще на каждую пару ходил, на каждую лекцию, я на лекции вообще ни разу не была. Было, честно говоря, вообще несправедливо, ну, как по мне, потому что девочка реально весь семестр ходила, и она явно учила этот предмет, а не знала только название его, как я. Ей почему-то четверку поставили. Ну, я счастлива в своей тройке, и мне больше не надо, я сдала этот экзамен. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте ему пальцы вверх, не забывайте подписываться на мой канал, я вас очень сильно люблю, и всем пока! Ииии!